Академия трейдинга Телетрейд представляет Шоумен Сергей Стилавин, финансовый эксперт Александр Калашников и независимый журналист Анна Невская Куй с кризисом. Инструкция по выживанию Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сергей Стилавин и вы смотрите супер-шоу Куй с кризисом Итак, друзья мои, в нашей сегодняшней беседе с Александром Калашниковым Мы говорим о том, что психология человека, нервы, эмоции очень сильно влияют на нашу работу Потому что мы все люди, нам бывает в частности жалко наших денег Хорошо, жадность, это первый наш враг, да? Да, второе это страх Страх это сильная отрицательная эмоция, возникающая у человека в результате реальной или воображаемой опасности Понятие страх разделяют на три категории Биологический, связанный с угрозами жизни и здоровья Социальный, когда существует опасность для социального статуса человека Экзистенциальный, страх связанный не с конкретным жизненным событием, а с самой сущностью человека Страх как эмоция, явление чаще всего кратковременное, происходит здесь и сейчас Страх как чувство гораздо глубже и сильнее В этом случае он может оставаться в душе человека надолго, а иногда навсегда Страх, ну это более естественно Страх потери денег прежде всего, да? Вот многие люди, например, боятся в принципе это что-то новое, непонятное, деньги туда закидывать Более того, я на тему страха тебе поясню примером из реальности Помнишь, как вот когда Советский Союз разваливался, а потом Горбачев говорил, надо было всем дать загранпаспорта Очень хотелось всем поехать за границу, что там все круто И вот возможность есть, ты можешь пойти в АВИР, оформить этот загранпаспорт, в принципе по ускоренной схеме А люди не оформляют Вопрос, почему? Языка не знаем Боимся ехать к немцам, к итальянцам, к французам Даже когда доллар был 30 рублей, они все равно туда не ехали Потому что есть страх какой-то новой страны Там другие люди, но они по-другому говорят Нам надо учить язык, мы лучше будем здесь Ну, тут есть такой момент избегания Я к тому, что... Я боюсь, поэтому вообще это не делаю Вот есть Форекс, там в принципе есть классный Калашников Вот, туда можно попробовать прийти и что-то сделать Но лучше я буду работать у себя, например, в НИИ или на почте Получать 30 тысяч рублей и мечтать о высоком правильно В психологии есть термин «выученная беспомощность» Это состояние человека, при котором он не предпринимает никаких попыток для улучшения своей ситуации Хотя имеет такую возможность Выученная беспомощность появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на негативные обстоятельства И характеризуется пассивностью и отказом от действия Есть такое сравнение Вот представь, что на полу лежит доска шириной 10 сантиметров Ты по ней можешь спокойно пройти Да Верно? Даже с закрытыми глазами А если она висит между домами? Да, доску повесит между домами, то у тебя начнут рисоваться картинки, которые ты начнешь тут же и переживать И вот получается страх, это вот такое увеличительное стекло Когда теряем 100 долларов, 200, 500, 1000 Эмоции проживаются примерно такие же И они очень концентрированные Теперь у нас есть еще два момента Одно дело, когда цена падает, и мы все время теряем деньги Другое дело, когда цена растет Когда цена растет, мы, ну если мы купили, мы получаем прибыль Но прибыль, если цена развернется, начнет уменьшаться И в этом случае мы тоже испытываем страх Страх потери уже нашей прибыли От какого страха легче избавиться? От какого легче? Да, представь, у тебя плюс 500 долларов, и ты боишься потерять деньги И у тебя минус 500 долларов, и ты боишься, что будет еще больше Ну, как человеку, который еще не бывал в этой школе Ну, мне, как дилетанту, кажется, что сидеть в минусе страшнее По идее, да А на самом деле? На самом деле признать убыток очень тяжело И здесь у нас будет еще такая особенность, что это же признание ошибки Здесь еще даже какой-то такой стыд будет Ну, как же так? Я лузер Да, есть еще надежда на то, что цена развернется То есть такое тоже бывает, и это на самом деле очень часто Поэтому мы, скорее всего, эту сделку не закроем А плюсовую сделку мы закроем гораздо легче Потому что ты же прибыль получил Ну, хоть 500, так все мои Хоть 500, так все твои, вен, синица в руках И в этом случае у нас получается следующая картина Что зарабатываем, когда мы зарабатываем Мы фиксируем прибыль очень коротко, очень быстро 100 долларов, ой, слава богу, закрыли А убыток ждем? 200 долларов закрыли А убыток ждем? А убыток ждем до последнего И вот в этом проблема? Вот в этом проблема, и для решения этой проблемы Нам помогают два инструмента Это управление капиталом То есть мы рассчитываем уровень риска и уровень прибыли И торговый план Управление капиталом на рынке Форекс Это ряд правил, которые выбирает для себя трейдер И которые работают на сохранение и приумножение капитала Главная задача не допустить, чтобы убыток или серия убытков Выбила трейдера из колеи Одно из главных правил управления капиталом Риск на сделку не должен превышать 2-3% Если сделок несколько, совокупный риск должен быть в пределах 5% от депозита Хорошо, итак, жадность и страх Да? И есть ли еще какие-то враги наши с точки зрения эмоций? Ну, здесь же, как следствие, это все выражается в неуверенности Мы начинаем искать какие-то волшебные палочки Новые инструменты, гадания, там, в общем, все что угодно И все это связано с тем, что нет подкрепления результатом тех знаний Или тех применений, да, тех навыков, которые ты пытаешься реализовать Несмотря на то, что трейдеры серьезные люди, они также верят в приметы Например, многие из них держат на рабочем столе фигурку быка Копию памятника Солл-стрит Так вот, если бычок, не дай бог, разобьется, это знак грядущего обвала Если трейдер надел черный костюм, рынок тоже будет падать Чтобы остановить падение, нужно переодеться в светлое Вы не поверите, но у каждого трейдера есть стройка, за которой он наблюдает Если рабочие с утра на месте и занимаются делом, значит, на рынке все будет хорошо Если процесс вдруг остановился по какой-то причине, надо готовиться к обвалу Если трейдер с утра с кем-то поругался, ему в этот день нужно держаться подальше от рискованных операций Опытные трейдеры никогда не подсчитывают свои планируемые доходы Нельзя идти на сделку во время дождя, закрываться придется с убытком И самое главное, ни в коем случае нельзя пользоваться дешевой туалетной бумагой Это признак скорого краха Некоторые люди используют чуть ли не ритуальные игрища, оккультные методы В этой связи, как тебе, как профессионалу кажется, не приходят ли нервы в больший порядок Если, например, человек выпьет успокоительное, корень валерианы, вискарика нацедит перед работой Ну, в общем-то, как это сказывается на работе? Ты знаешь, поторгуйте и выпейте, будет вам счастье Ну, не в этой профессии Вообще, правильное отношение к работе с Форексом и к получению заработка на нем Какое? Философское, я имею в виду Правильное отношение? Ну, во-первых, это профессия Профессия? Ну, равносильно, как если я сейчас пойду работать на радио, да, то очевидно, что... С кондачка не делается Прямо так сразу, да, не зайду, то есть, несколько месяцев, не знаю, может, надо будет потренироваться Обратиться, опять же, к специалистам и понять, что надо делать, что не надо делать Здесь у нас примерно такая же профессия Саша, скажи, пожалуйста, поскольку мы все-таки говорим о работе, да В каждом деле есть так называемые профнепригодные Что касается трейдинга, да, торговли на мировом валютном рынке Есть ли здесь какие-то предпосылки к тому, что человек, ну, абсолютно, может быть, непригоден? Ну, знаешь, мы вот можем сейчас с тобой сесть и начать вышивать крестиком Я никогда в жизни этого не делал, да, и у кого-то из нас будет лучше, у кого-то хуже, да Если брать статистику еще большую, ну, соответственно, есть люди, у кого это вообще не получится Также и в нашей профессии, ну, существуют рекомендации, при которых лучше вообще сюда не лезть И в этом плане есть одна очень хорошая новость, что прежде чем торговать на реальном счете, есть возможность все знания внедрить торгой на демо-счетах То есть это все то же самое, как по-настоящему, только деньги не настоящие Демо-счет — это тренировочный счет, который один в один соответствует реальной торговле То есть сделки совершаются по рыночным ценам, и новичок может использовать все торговые инструменты и технические средства, которые применяет профессиональный трейдер Демо-счет помогает определиться с инструментами для торговли, протестировать свою стратегию, понять ее преимущества и недостатки Ловлю тебя на мысли, получается, что и эмоции как раз не настоящие, поскольку наша сегодняшняя беседа посвящена влиянию эмоций, да Демо-счет все-таки дает определенные эмоции, но, естественно, не с такой силой, потом вообще все притупляется Но можно открыть небольшой счет, либо осторожные шаги, конечно же, к этому делать Но уже представление какое-то получить и получить хотя бы первые статистические данные с точки зрения прогнозирования То есть что у тебя получается, что нет Итак, друзья мои, я думаю, что вы все воодушевлены, да Как видите, мы достаточно много времени уделяем теории, но это очень важно, потому что нельзя к этой работе относиться как к игре, да Потому что на кону деньги Они, как вы знаете, по своим трудам достаются нам не очень просто и не очень легко Их надо беречь, а для этого нужно быть подготовленным к работе Оставайтесь с нами Журналист издания «Комсомольская правда» Анна Невская по-прежнему наблюдает за спором Александра и Сергея После каждого урока Анна делится своими впечатлениями с читателями комсомолки на сайте kp.ru Куй с кризисом Инструкция по выживанию